Приветствую вас, дорогие братья и сёстры, друзья! Я Христос Воскресе! Сегодня, в этот воскресный день, мне желанно коснуться евангельской темы, так как сегодняшний евангельский отрывок, который читается в храмах за Божественной Литургией, часто вызывает недоумение и вопросы. Послушайте его. Приходя, увидел человека с львового от рождения. Ученики его спросили у него, рови, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение и сплюновение, помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди, умойся в купеле Силуам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел к зрячему. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение. Помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купельню Силуам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Повели сего бывшего слепца к фарисеям, а была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал, им брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи? Он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей и сего прозревшего. И спросили их, это ли ваш сын, о котором вы говорили? Говорите, что родился слепым. Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ. Мы знаем, что это сын нас и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите. Пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах, самого спросите. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу, ибо мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им в ответ. Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобою, как отверз твои очи. Отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушали, что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали, ты ученик его, а мы, Моисеевы ученики, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он. Человек прозревший сказал им в ответ. Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, что бы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ. Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? И Иисус сказал ему, и видел ты его, и он говорит с тобою. Он же сказал, верую, Господи, и поклонился ему. Часто, когда мы слушаем евангельские рассказы, евангельские рассказы, они вызывают вопросы своими недоуменными местами. И вот к этим недоуменным местам Нового Завета можно относиться двояко. Либо на основании своего опыта, своих мыслей, своей неспособности видеть мир шире и глубже, чем мы видим, и сказать, этого не может быть, а если это есть, ты, Господи, докажи, а потом я поверю. Можно относиться и иначе. На основании опыта Бога, который хоть мало у каждого из нас есть, мы можем стать перед лицом своих суждений и своего опыта, своих убеждений и чувств и сказать, мне явилось что-то беспредельно большее, чем все то, что я разумел, знал, понимал, все то, что мне представлялось истиной. Это явление мне от самого Бога, и отныне я войду верой в этот опыт, который превосходит мой опыт. И рано или поздно изнутри этого общения с Богом я познаю, что Бог был прав. И вот одно из самых недоуменных и трудных мест Нового Завета – это начало сегодняшнего евангельского чтения о человеке, рожденном слепым. Не вопрос, который был поставлен ученикам, кто согрешил, что этот человек родился окутанный тьмой, а другой вопрос, который рождается из-за ответа Христа. Никто не согрешил, никто не виноват. Это не возмездие и даже не последствия. Это случилось для того, чтобы явилась Божия слава. В чем же Божия слава? Неужели в том, что человек прожил слепым, может быть, много лет, дожил до зрелости слепым, обездоленный таким страшным образом для того, чтобы над ним совершилось чудо, чтобы люди прославили силу Божию? Разве люди не могли бы эту Божию силу прославить, может быть, с большей радостью, с более живым чувством понимания, если увидели бы человека, одаренного всем богатством человеческих возможностей? И на это приходится ответить тоже двояко. Нет, люди бы не прославили. Это мы знаем из собственного опыта и из опыта очень многих вокруг нас. Люди не прославляют Бога за то, что все в их жизни хорошо. Иногда, может быть, вскользь поблагодарят. Так, между прочим, люди не прославляют Бога за то, что так дивно бывает жить. Все дивное так естественно. Естественно быть здоровым, естественно быть защищенным, естественно быть свободным, естественно, если вокруг мирная жизнь, все естественно, что дает радость человеку. Ведь вот посмотрите, сегодня нам с вами так естественно быть дома, в этот воскресный день, быть дома, а не в храме, в основном быть у телевизора, естественно быть в той обстановке, которая вокруг нас. И, к сожалению, редко-редко кто умеет ценить это как дар, как подарок, как нечто не только незаслуженное, но такое, что является предметом постоянного изумления, радости и благодарения, благодарности. Как это может быть? Как это чудно? Но, кроме того, есть и другой ответ. Мне думается, еще более значительный и важный. Слава Божия не явилась в том, только в том, что этот человек прозрел телесными очами. Он прозрел самыми глубинами своей души. Глаза его открылись на милость Божию, на всемогущество Божие. Открылось ему, его сердце к тому, чтобы благодарностью и верой ответить на Божий дар телесного прозрения. Вот здесь воссияла слава Господня. Не в том смысле, что люди Христа похвалили. Евангелие говорит нам, что уничижили Господа, как грешника, уничижили за то, что он не так, как люди ожидали, совершил свое дело милосердия. Нет, не в этом смысле проставился он, Господь, а тем, что в душе этого человека воссияла вечная жизнь, заискрилась, заблистала, зацветилась то, что принадлежит самому Богу и что вошло в мир в новом сиянии Божественного присутствия. Часто окруженные горем, видя трагедии Земли, все происходит, все, что происходит вокруг нас, мы колеблемся душой и не видим, что через всякое обстоятельство, через всякий случай в жизни может войти духовный опыт в человека, в его глубины может войти чудо встречи с Богом, и что это гораздо больше и значительнее, чем то, чего мы боимся. Вдумаемся в этом. Пути Божии, они не только милосердные, но и строгие. В том смысле, что Бог нам дает многое, но Он никогда нам не даст погибнуть от нашего благополучия. И если мы в этом благополучии не сможем найти благодарности и вечную жизнь, то милости в Бог. Не даст Он нам погибнуть в нашем благополучии. И мне бы хотелось в завершение нам с вами напомнить строгое слово. Это слово, сказанное много веков тому назад, еще в первом поколении христиан, сказанное одним из учеников Христа по имени Ерма. Послушайте его. «Милостив Бог», говорит Он, «Он не оставит тебя, доколе не сокрушит сердце твое и костей твоих. Милостив, потому что перед лицом окаменелости нашей, перед лицом ожесточения и слепоты наших должно войти в нашу жизнь просвещающее чудо. А поскольку мы недостаточно чутки, чтобы пережить тихое веяние благодати, оно часто бурей входит в нашу жизнь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова